У меня такое ощущение, что у нас столько пистолетов на меня наставили. Бердеть, победа, как ощущения? Спасибо, конечно же, хорошее ощущение. Так, что выиграл у нас дома перед нашим российским зрителем. Какую красивую, надеюсь, победу и вам понравилась. Поэтому самое хорошее ощущение. Я очень рада, когда бороться здесь. Сергей, победа получилась очень быстрая, эффектная, красивая. Чувствую удовлетворения. Так хотелось реваншироваться отчасти. Потому что дебют, хоть и против Легенды, но получился неудачным. Именно хотелось реваншироваться. Такое ощущение было. Если честно, мы с тренерским штабом готовили все, что произошло. План утаков будет закончить, конечно, засрочно. Но мы все равно готовились на все три раунда. Потому что нокаут – такая вещь, которая приходит неожиданно. Готовы были тяжелым трем раундом, поединка. И хорошо, что закончилось, как поднявали. План был очень быстрый. Как вы ожидали. Да, это было частью плана. Хотя мы планировали все три раунда, мы не думали, что это будет так быстрый. План был очень высокий на главной карте. Это был один из самых важных планов в Санкт-Петербурге. Вы чувствовали какие-то эмоции, какие-то нервы, как вы планируете? Или может быть, это не повредит вас? Вы очень высоко попали, скажем так, на главный карте. Были ли у вас нервы, какие-то эмоции, переживания? Что вы чувствовали? До этого я брался в другой организации. Это были бои за пояс, за защиту. И первый бой у меня был все-таки главный бой. Поэтому немножко привык. В принципе, нормально. Ну, конечно, я был уверен, но пока я был еще другим форексом. Поэтому я так что-то... Я был очень усыщен. Это были они. Когда вы чувствовали, когда вы думаете, что эта форка может быть быстрее. вы почувствовали, что мистер сейчас уже на каутируйте с его опыта? Вы знаете, такого нет, что прям нокаутируешь. Попал, увидел, что потерялся и добил. Ну, нет, это было не особенное чувство, но я просто увидел, что когда он спал, я начну плачу ему больше. Это было так, что я становился сильнее. Я вижу, что вы не очень твердите после этого борта, поэтому, может быть, вы можете сказать, что дальше будет? Может быть, вы интересны в борту в декабре? Мы видим, что вы так бодрячком после боя, а как вы думаете, когда мы вас увидим снова? Наверное, десятый вопрос, один тоже. Сейчас я отвечу на него. После прошлого боя, не прошла неделя, я собрал сумки и уехал на сборы. И вот это все время проходило в тренировках, поэтому сейчас хочу отдохнуть и потом попозже с новыми силами тренировки. Ну, после последнего боя, я начну бороться за неделю. И я думаю, что я просто вернусь на тренировку очень быстро. И в следующем бою, я вернусь на сборы. В основном, в Санкт-Петербург, два веса, два веса, Алексей Оленик и Алистер Оверин, будут бороться с другими другими. Какая ваша ставка на этот бой, кто победит в тревом весе, Алистер Оленик? Ну, конечно же, буду болеть за нашего, за Алексея, дай бог, чтобы он выиграл. Вы знаете, тяжеловес – такая непредсказуемая штука, что может решить любой удар с каратечной. Поэтому поставлю 50 на 50, но болеть буду за Алексея. Ну, моя ошибка для бороться – это 60 на 50. Но, конечно же, я русская, поэтому я поддерживаю Алексею. И, знаете, бороться – очень непредсказуемая штука. Я думаю, что каждый штука может привлечь к нок-кауту, может привлечь к победе или к победе. Так что, я не знаю, это невероятно. Сергей, насколько для вас было полезным поражение от Аверима, все-таки это боец в топ-10, и вы дебютировали в UFC именно поединком с ним? Ну, вы знаете, я всегда говорю, для того, чтобы становиться лучше, надраться с лучшим, мне поступило какое-то предложение, я не отказался. Это спорт, это наша работа, это некий опыт. Я, в принципе, уже после боя просто открыл глаза, понял, что надо идти дальше, на этом не заморачиваться. Всему свое время. Поэтому трудимся, идем дальше, все станет на своем месте. Ну, сейчас есть ощущение, что вы с Магиевым выйдете? Знаете, что-либо по этому поводу говорить пока не буду. Могу вам сказать одно, что, конечно же, цель – быть чемпионом. И до этого пока надо делать большой путь. Надо большой путь, маленькими шажками. Мы будем маленькими, но уверенными шагами идти к этому. То есть присоEm worker. Кли the question of this — About the fight with drank, one. The question was about his emotions, about that. He answers that, of course, I will try more. Я буду больше тренироваться, и я не остановлю тренировку, так что я не могу предположить, что будет дальше для меня, если я потерялся или нет. Спасибо. 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 У нас на бой Хабиб поедет. Думаю, наш Ольга победит, поэтому только победу. Какой стейк для победы Хабиба? Я думаю, что Хабиб будет победа. Он сказал, что сначала поедет Харк Волки, а потом поедет Сидия. Какие планы победить победу? Ну, я вообще не пью. И как бы стараюсь пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы молодежь занималась спортом, была правильным образ жизни. Отдых, да на самом деле поехать домой в деревню, побыть с отцом, с семьей, пройтись, взять русской земли с родной в руку, поэтому такой банальный отдых. До новых побед. Вопрос в том, как вы будете праздновать победу? Ну, я не пью. Я пропагандирую здоровый образ жизни, поэтому я планирую домой, расслабиться с моей семьей, с моим папой. Вопрос в том, как вы думаете, что вы думаете, что организация на сегодняшнем уровне? Ну, я еще после первого поединка в UFC сказал, что организация просто на высочайшем уровне, поэтому только положительные эмоции, одни плюсы. Я очень доволен, что я дерусь в этой организации. Не знаю, мне кажется, для меня столько людей говорит только положительные вещи, и добавить нечего. Все очень хорошо. Значит, без конца до конца без присоедания четвое поищаемое новое настроение, где и вы просчиталиbullgenes… … … ...